Минобороны заявило, что Россия начала возвращать войска с учений в местах дислокации. Видео из Брянска, напротив, показывает, как завозят баллистические ракеты. В Министерстве госбезопасности ЛНР заявили, что предотвратили теракт в центре Луганска. Сотрудник народной милиции погиб по результате снайперского огня киевских силовиков. И заместитель генерального секретаря НАТО заявил, что мы не видим никакой деэскалации. Уже второй день говорят про какую-то деэскалацию. Первый день, когда говорили, завозили баки в Беларуси для полевых аэродромов. То есть, такие полустационарные, временные такие баки, которые ставят на полевых аэродромах и ввезли какое-то огромное количество. Теперь завозят ракеты. И это называется деэскалация. Не, ну, конечно, какую-то деэскалацию они будут проводить, раз они это сказали. И вот Пентагон заявил, вполне возможно, что Путин может начать торжение на Украину практически без предупреждения. Сейчас не может, ни в коем случае. А зачем? То есть, сейчас вот говорят, там будет нападение 16-го числа. Я могу деньги поставить, что не будет. 16-го числа Путин не нападет, это точно. В его планы это не входит. В его планы входит сейчас Рамсиит, Мумит. Он не хочет решить ни одного вопроса, но вынужден, чтобы перенести с больной головы на здоровую, чтобы показать. Даже не Западу, Западу-то ему пофигу, вот своей ватной публике. Да мы все меры предприняли, чтобы остановить. Ну, там злые бендеровцы молотнули. Об этом сейчас речь идет. И Зеленский поднял зарплату военнослужащим на 30%. То есть, в Украине счастье, братане, раздача нижних вещей, то есть, этих, раздача теплых вещей нижним чинам на позиции. Помните как? В золотом теленке. Вот. Ну, я так понимаю, 30% к зарплате, это очень неплохо, но никакими процентами никто войну не выиграл. Зарплатами не выигрывают войну, понимаете, да? Ну, вот. И Рада приняла постановление с призывом РФ освободить оккупированные территории, отвезти войска от границы. Ну, уж теперь вот как-то призвали сразу, Путин побежит все отводить. Ну, там, я понимаю состояние, да? То есть, они счастливы. Так вот, вначале сдрефили, да, половина чиновников разбежалась, их потом Зеленский собирал. А я, помните, говорил, когда мне там потом в убрек ставили, что я говорил, что половина там разбежится. Ну, так и случилось, видите? Ну, сейчас никто же не вспоминает, что войны не было, никакой войны, это просто шухер был. Ну, так всегда бывает. Я говорю о том, что бывает всегда, стандартно бывает, и не только в Украине. Да, и Кулеба заявил, Украине с партнерами удалось сдержать Россию от дальнейшей эскалации дипломатии работы. Да ничего не закончилось, Кулеба. Они вот удивительно, они все войну закончили. Это же не война в Албании, как хвост виляет собакой. Помните, все, сенатор там какой-то закончил войну, он объявил, что война закончена. Ее так нельзя закончить. Так что, посмотрим, как Путин обосрался. Я бы очень хотел, чтобы он обосрался. Но я бы хотел, чтобы при этом он потерял власть. А сейчас он ее только усиливает таким образом. Переговоры Путина и канцлера Шульца прошли в Кремле. Ну, канцлер, как и все остальные, не захотел сдавать эти ПЦРТС в России на этот коронавирус, чтобы не оставлять свои биоматериалы. То же самое делал Макрон, почему и столы такие длинные были и прочее, прочее. И Россия не хочет войны, Путин заявил, поэтому выдвинул предложение по безопасности. Это он высказал после встречи с Шульцем. Мы выдвинули предложение о переговорном процессе и прочее, прочее. И вот назвал происходящее в Донбассе геноцидом, да, и, значит, военную операцию против ДНР, ЛНР, власти Украины начали в 14-го после госпереворота в Киеве и прочее, прочее. Ну, то есть, вот обратите внимание, очень интересная тема, да, это постоянно вбрасывают, 2014 год, там Майдан, ну, правда, в 13-м, в 14-м был Майдан, они против Майдана, потому что вот ДНР с ЛНРом получилось, и Крым наш, это удивительно. Да, они против цветных революций, как они говорят, но воспользовались их плодами, этих цветных революций. Удивительные люди, да, они против того, они против Майдана и покрышек, да, потому что они уж сразу за ДНР и артобстрелы, да, то есть, интересные прям парни вот эти вот, которые Путину, так сказать, двигают агитацию и пропаганду. То есть, они все с ног на голову переворачивают. Если Россия признает ЛДНР, то это означает де-факто и де-юро ее выход из минских договоренностей, Кулеба заявил. А он что думает, что Путин за минские договоренности, что ли, хватается? Цель Путина, и я об этом всегда говорю, да, и уже миллион раз говорил, это лишение Украины суверенитета. Вообще неважно, в каком виде это будет, всей Украины, не только ДНР, ЛНР. Поэтому это его цель, все, что он делает, он делает в интересах достижения этой цели, и все. И так и надо рассматривать, то есть, зная его истинную цель, нужно знать, что он будет делать дальше. Он рассчитывал, что Украина это его вотчина, да, когда там сидел Янукович, вроде все, он победил, там еще газ он гонит через Украину, там считает это как бы второго сорта государством и прочее, прочее. Вдруг раз кто-то начал зубы ему показывать. Он, конечно, озверел от этого. Поэтому я думаю, что все те действия, дальнейшие шаги, которые он будет проводить, он будет проводить только для достижения этой цели. Все, больше ни для чего. И чтобы его напугать, это должны быть, ну, как бы очень серьезные пугалки, очень серьезные. Вот если бы, допустим, оружие раздали, да, власти Украины, создали бы там отряды самообороны, раздали оружие, да, четко прописали всякие мобзадания каждому. Не такой, там, беги военкомат и стой в очереди, да, а уже все, там, забивай, да, трубку табака, бери там дживелин, бери то-се, и иди там на такую конкретную точку, встречай Путина. Это было бы правильно, это было бы нормально, и это было бы очень страшно именно для бутинских войск. А сейчас что боятся? Уже создали, ты все проспал, Олег Жавновский. Да, я видел, с деревянными автоматами бегали как. Это ты и проспал, Олег, блядь. Хоть кому-то, хоть ружье дали, блядь. Эх, артисты, вот я говорю, удивительные люди. Вот они слышали звон и не знают, где он. Ну, я-то интересуюсь этим. Не просто так, у меня непраздное любопытство. Избой разоблачил агитатора, который по заказу кураторов из РФ распространял фейки, организовывал акции протеста. Якобы какой-то агитатор в Харькове и в Киеве нанимал массовку, должны имитировать социальные недовольства действующей власти. Я думаю, что и без агитатора, и без заказов там полно таких. А за деньги-то еще вообще косой можно косить. Вот силовики на Волыне, говорят тут, СМИ украинские пишут, готовятся все-таки они к отпору Путина. Увеличили вдвое поборы с местного бизнеса. Тарифы поднял начальник областного департамента стратегических расследований Иван Тычин. Касса якобы пойдет на финансирование и поддержку Добрабатов. В разговор с предпринимательными чиновниками Тычин ссылается на свое легендарное атошное прошлое. Умалчивая, впрочем, что основным его занятием АТО было крышевание контрабанды через Лидию Спарикосновения. Ну не знаю, за что купил, зато и продают. Украинские СМИ активно пишут. Ну и мы понимаем, что когда такие происходят события, то как раз все эти ребята вылазят и говорят, дай, дай. То есть, так. Куплю дживелин, Человек пишет. Да если он в Украине, он его так должен получить, если у него есть желание его в руках держать. Понимаете, как это работает? То есть, это работает через добровольство. Если человек хочет сражаться с врагом, значит дать ему надо все для этого возможное. Потому что в армии огромное количество тех, кто не хочет сражаться. Но надо это компенсировать за счет добровольцев, кто хочет сражаться. Верховная Рада ввела уголовную ответственность за антисемитизм своевременно. То есть, в ней ввели уголовную ответственность за антисемитизм вот сейчас, когда Путин у границ стоит. Непонятно зачем. То есть, в статью 161, аналог 282 российской, ввели два слова добавили проявление антисемитизма. То есть, что такое антисемитизм? Это ненависть к евреям. То есть, исходя из текста нынешней статьи, уголовно наказуемым является то, что ты ненавидишь евреев. То, что ты ненавидишь украинцев, в Украине не уголовно наказуемо. То, что ты ненавидишь русских, не уголовно наказуемо. Даже если ты ненавидишь американцев, это тоже не уголовно наказуемо. А вот антисемитизм голову наказывает. Интересно, это прямо они решили как-то это определенную часть населения раскачать, что ли, в пользу Путина. Для этого это делается? Что в пользу Путина раскачать антисемитов, которых в Украине, я думаю, огромное количество. Зачем они это делают? Я не понимаю. Это не только, это не бессмысленно, это очень вредно, то, что они сделали, особенно в этот период. Не люблю арабов, антисемит, человек спрашивает. Да, это очень смешно, конечно, потому что антисемитизм, как ненависть к евреям, в Уголовном кодексе Украины рассматривается, а другие семитские племена, цыгане или арабы. Вот цыган можно ненавидеть? Хотя они тоже семитское племя. Вот интерес, цыгане должны тоже теперь заяву писать. Нас ненавидят, привлеките за антисемитизм. О, будет прикольно. США предложили Украине гарантии суверенного долга на сумму до одного миллиарда. Ну, прекрасно. То есть, украинские руководители возьмут еще миллиард в каких-то банках, отдавать будут Соединенные Штаты, они это нормально так попилят. Да, ну, потому что оружие-то особо не нужно, вот эти миллиарды нужны. Очень хорошо. Побольше гарантий пусть американцы дают. В Британии обвинили Россию в подготовке провокации на Украине. Ну, сейчас будут метаться, все друг друга обвинять. Я так понимаю, что путинцы с точки зрения дезинформации очень неплохо стали работать. Ну, потому что они платят, башляют, а информация, дезинформация любит деньги. Если деньги есть, то можно дезинформировать кого угодно. В Госдепе оценили дальнейшие перспективы диалога с Россией. Пока не было каких-либо конкретных обсуждений, когда такие дискуссии могли бы состояться и прочее, и прочее. Ну, в общем-то, ни о чем. Думаю, что не очень хорошие люди, у них глава плавания, они говорят, что Путин засал, а клеты уже будут искренне восхищаться. Согласен, то есть, это люди, которые не мыслят критично, критики мышления нет, а раз так, тот, кто не имеет критичного мышления, в конце концов, попадает в тупики очень серьезные. И Зеленский обратился к нации по поводу угрозы вторжения 16 февраля. Ну, да, это уже, мы говорили об этом, что про день единения, да, что день единения там, и что нужно, чтобы все вернулись, кто разбежался. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство. У нас одно большое европейское стремление, мы хотим свободы и готовы с ней бороться, мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться. О, как видите, то есть такие победные заявления. Ну, хорошо, это работает, все счастливо, ура, молодец, Зеленский на второй срок, победитель Путина. Мне, честно говоря, грустно на все это смотреть. Просто грустно очень. Потому что, когда знаешь будущее, когда знаешь, как развиваются события в действительности, что в действительности думает этот Зеленский со своим Коломойским и так далее, то гадко. Мне написали, пишут, это вопрос, который пришел на донат, существует ли китайская стратегема, в которой говорится внушить врагу, что он уже победил, ну, или заставить думать врага, что он уже победил. Да, конечно, есть подобная стратегема, вот, чтобы именно такая была, конечно, нет, там стратегема это всеобъемлюще, да, но мы знаем, что есть стратегема седьмая, то есть из ничего сотворить что-то, да, вот именно это, победы нет никакой, да, но сотворить что-то из вот этой победы очень легко и можно. То есть, запудрить людям мозги. И восьмая стратегема, тоже мы прекрасно, как бы, с вами ее, наш мир иллюзии пишут, ну, да, согласен. Восьмая, да, стратегема, которая называется втайне вступить в чень дзынь, да, и суть ее описывается так. Сначала выкажи наступательные действия, когда же противник уверен в своем превосходстве, ничего не предпринимает в ответ, воспользуйся его пассивностью, да. То есть, вот, и эта стратегема и предыдущая, она как раз же об этом. Ну, относительно этого также берутся примеры из сундзы, которые, в общем-то, соотносятся с этой стратегемой и выглядят они так. Нет, ничего важнее, чем знать, как обмануть неприятеля, обмануть его своими приемами, заставить его обмануться в его собственных приемах. Обмануть его потому что он честен Обмануть его потому что он жаден Обмануть его потворство его невежества Обмануть его потворство его хитроумия И так далее То есть Сделать так чтобы противник фактически обманул сам себя Вот сейчас Украина победила 16 числа Украина убедится что Путин не напал То есть это будет еще второй этап такой великой победы И если путинские тролли будут в этом направлении хорошо играть Я думаю что они раскочегарят самые горячие головы на том Чтобы они уже заявили о том что Путин нарушает Минские соглашения Надо отжимать ДНР с ЛНР Это будет жесточайшая ошибка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok